Танк 116 F3 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 Да, медленная, при этом не сильно поворотливая, скорость движения вперед 42 км, и это достаточная скорость, чтобы не отставать от своих союзников на тяжах, но при этом всем отход назад 15 км, и этого постоянно не хватает, и вас всегда будут успевать выцеливать ваш нижний бронелист, когда вы будете пытаться отъехать за какое-нибудь укрытие, допустим, угол дома или что-то подобное. По орудию есть несколько плюсов, один плюс это 262 мм пробития на базовом снаряде, соответственно нет необходимости ставить калиброванные снаряды, ну а досылатель будет как нельзя кстати, потому что даже с досылателем скорость перезарядки 11,5 секунд, и это рилл очень долго, и вам действительно будет сложно справляться со своими соперниками в одиночку, поэтому танк требует, чтобы рядом с вами были союзники. ДПМ реализуем, но только при очень аккуратной игре, составляет 2556 единиц, и если опять-таки вы играете соло, то соответственно вас будут разносить, а сдачи будете давать крайне редко, ну и я бы сказал не очень точно, потому что здесь довольно-таки существенный разброс в 0,4, и время сведения составляет целых 4,1 секунды, с учетом того, что в оборудовании, как видите, улучшению данного показателя посвящено два слота. Стоит также отметить, как большой плюс данного орудия 490 единиц среднего урона, это действительно очень классно, и стоит отметить, что за 5-6 каких-нибудь позитивных выстрелов с пробитием ваших соперников, вы будете набивать себе 2500-3000 урона, в этом действительно тачке не откажешь. Но, существенной ложкой дегтя в этой не сильно большой бочке меда является угол склонения орудия вниз, всего лишь минус 6, и все бы хорошо, если бы вот эта вот вроде бы крутая башня, которая зализанная без ком башенки сверху, могла круто танковать. Но при этом всем, ребят, пробивают в башню на удивление, довольно-таки часто. Вернемся на секунду к техническим показателям, к башне и посмотрим. Лобовая броня 230 мм, но входит туда, мама не горюй, особенно если закидывают голдовыми снарядами. Да, если попадают где-то в щечку башни, где-нибудь по краям, то там будут рикошетики, а вот сюда вот голдой прошивают, я бы сказал, на ура. Стоит также отметить, что здесь спереди вроде бы все округленное, но вот эта полоска является серой для ваших соперников, ну и нижний бронелист, понятное дело, тоже пробивается. Когда пытаешься ромбовать, все вроде бы тоже должно быть успешно, потому что нижний бронелист будет спрятан, а ваше орудие будет находиться где-нибудь здесь, но вот эта зона и через каток тоже вполне спокойно пробивается. Про борта и корму, понятное дело, говорить не о чем, там пробивается вполне себе даже с легкостью. Но это все технические характеристики, а теперь давайте лучше возьмем машину и заедем в первую попавшуюся катку. Ну что, друзья, давайте будем начинать, с учетом того, что TL7-120, во-первых, не является хорошо забронированной машиной, во-вторых, сразу ломанулся направо, я думаю, что налево к точке D нам дорога заказана, поэтому ехать мы туда однозначно не будем. Начинаем, как обычно, с подвижности и маневренности. По подвижности с места танк не срывается, но когда вы его раскочегарили, идет упрямо и ни от кого не отстает, поэтому в целом я не могу сказать, что его подвижность это прям существенный полный негатив. Как я уже говорил, самым большим негативом является не скорость движения вперед, а как раз скорость движения назад, которая очень часто бьет под коленку. Когда вам необходимо спрятаться, вы просто не успеваете этого сделать. По орудию, время сведения и точность при стрельбе. По точности стрельбы, ребят, здесь есть определенный нюанс. Это то орудие, которое будет требовать от вас полного сведения. Если вы полностью сводиться не будете, а полностью сводится он довольно долго, то, соответственно, будете промахиваться, потому что точности без полного сведения у танка нет. Ну и, соответственно, рассчитывать на то, что вы будете закидывать какие-то вертухи, как на ИСах, нет, такого делать не получится. Здесь машина требует от вас полного спокойствия. Я бы сказал, что танк, в принципе, по своему геймплею, он больше предназначен для... Ну, не хочу никого обидеть, ни в коем случае это не в обиду будет сказано, но все-таки для флегматов. То есть для тех игроков, которые не холеристично играют, как я, допустим, а пытаются играть максимально спокойно и от этого кайфуют. Вот если вы флегмат, если вам надо максимально спокойный танк, то эта машина вам подойдет однозначно. Как я уже говорил, танк очень командозависимый, и сколько он был у меня на тесте, он реально постоянно это подтверждал. То есть как только ты остаешься один, ну, сразу готовься на выход в ангар. Время перезарядки долгое, точность не очень хорошая без полного сведения, а время сведения тоже оставляет желать лучшего. Так что же хорошего в этой машине? Ну, скажу откровенно, наверное, альфа и то, что ты за бой можешь накидывать где-то порядка 3000 единиц урона. Но дальше все зависит не от тебя, все зависит от твоей команды и от того, насколько хорошо они сыграют. Вот сейчас за этот бой, может, я и выйду на 3000 единиц урона, и то, если мне повезет. А союзники, если продолжат играть так, как они сейчас это делают, то ничем хорошим для нас это однозначно не закончится. По пробитию более чем достаточно для того, чтобы пробивать любые танки 10 уровня. Да, все-таки будут встречаться порой какие-то танки, у которых брони просто мама не горюй, вот допустим, как 95-й. Но все же, если бы такого в игре не было, то и игра не была бы собой, и тогда вы могли бы абсолютно спокойно играть. А здесь периодически приходится напрягаться. Как вы видите, меня разбирают, меня разбирают, потому что скорости перезарядки физически не хватает. Ну и, соответственно, давайте попытаемся, конечно, что-то сделать, но это без толку. Теперь давайте будем смотреть на то, что у нас получилось. Пробивают в башню, причем иногда, кстати, пробивают и в приборы наблюдения, хотя это очень удивительно. Ну и, как вы видите, страдальческий нижний бронелист, который шьют абсолютно спокойно, там брони нет. Если вы рассчитываете на то, что вы будете от каких-то укрытий играть исключительно от башни, и он будет бодро танковать, то скажу откровенно. Тот же самый, такой же китаец, только на девятом уровне, показывает себя гораздо лучше в этом отношении. И на девятом уровне от башни играет гораздо бодрее. Я не могу сказать, что за время теста машина произвела на меня архи-негативное впечатление. Скажу откровенно, я, когда провожу тест каких-то танков, понятное дело, автоматически формирую у этих танков какое-то собственное мнение и впечатление. И делю их, в принципе, на четыре категории. Первое, это абсолютно не понравился. Второе, нет такого, что негативное острое отношение к танку, но и каких-то там великолепных позитивных эмоций тоже не вызывает. Третье, хорошая машина, можно брать, но не предел мечтаний. И четвертое, взлет-улет, лицо трусится, отдам любые сокровища мира за получение новой машины. Так вот, этот товарищ китайский, я бы сказал, занимает как раз место во второй категории. Категории тех танков, которые не вызвали у меня существенной оскомы, но в то же время не подталкивают меня к тому, чтобы я действительно хотел данный танк заиметь. Предлагаю заехать еще в один бой, может там получится что-то получше. Ну и заодно потестируем, меньше разговаривая. Ну что ж, друзья, вторая каточка, поехали вместе с ВК-7201К, против нас два тяжа. Если сейчас наши поедут с нами, будет вообще великолепно. Красота, еще и клинок с нами. Поддержка будет неплохая. Что мне не понравилось в этом танке? Наверное, в первую очередь то, что на удивление и крайне непредсказуемым для меня было слабое бронирование во лбу башни. То есть, когда я изначально получил эту машину для теста, я очень сильно надеялся, точнее я был уверен в том, что данный танк обладает крутой лобовой броней в башне. Но это я уже виноват, поторопился, просто надеялся на то, что смогу в корму ИС-4 закинуть. В общем, я был уверен в том, что эта зализанная башня будет очень круто танковать. По факту, это не оправдалось. И это первое то, что меня, ну, разочаровало, я бы сказал, в этой новой машине. Ну, а второе то, что мне не понравилось. Не понравилось то, что вот это время сведения, оно просто подкашивает. Оно действительно долгое. И если вдруг вы стреляете на средних расстояниях, то в целом еще хоть как-то. А когда играете на дальних расстояниях, ну, прям совсем ужасно. Представьте себе, что ваш соперник находится на дальнем расстоянии. Вы подвигаете свое орудие, и ваш круг разброса, он сразу увеличивается. И потом вам необходимо ждать, пока этот круг разброса опять сойдется. Ну и, соответственно, еще какую-то долю секунды подождает, для того, чтобы увеличить шансы попасть туда, куда надо. Ну, вот видите, что происходит сейчас. Короче говоря, вот эти вот два момента, они больше всего удручали. Ну и третьим моментом, который не на пользу данной машины идет, это момент отхода машины назад. То есть в тот момент, когда тебе необходимо сдать назад, ты очень медленно это делаешь. Ну и, соответственно, тебя пробивают. Куда, кстати, пробили меня только что? Давайте посмотрим ради интереса. Ну, пробили меня вот сюда, вот в нижний бронелист. Ну, с нижними бронелистами у нас в игре прям история пишет о том, что нижние бронелисты это самые страдальческие зоны. Но все-таки хотелось бы, чтобы, если уж понизу танк не забронирован, то хотя бы, чтобы был забронирован поверху. А он таким не является. Такс. Ну что, накидываем, забираем 450 единиц урона, как с куста. И в целом, в отношении альфы, как я говорил, вопросов и претензий по танку нет абсолютно никаких. Иду сейчас на Баджера по одной простой причине, потому что понимаю, что ИС-4 сейчас меня будет разбирать. Ну, а дальше, ребят, начинаются немножечко, немножечко проблемы. Потому что постоять за себя нормально он не может, не хватает ему КД. Ну что, давайте считать отверстия. По корме тут, в принципе, все понятно. По башне в этом бою не пробивали, но если бы выцеливали, то пробили бы. С бочинки немножко зашло, как бы я не ромбовал. Ну и, соответственно, нижний бронелист. Тут как бы без каких-то дополнительных вопросов. Суммируя, могу сказать следующее. Я на данный момент не знаю, я имею ввиду на момент записи видео, каким конкретно образом разработчики данную тачку добавят в игру. С вероятностью 99 из 100 это будет, как обычно, новый контейнер на эту тачку, который, скорее всего, будет не так уж и дешево стоить. Осмелюсь предположить, что 10 контейнеров будут стоить в районе 22-24 тысяч золота. Буду удивлен, если будет по-другому, все-таки это десятка. И скажу откровенно, я бы не рекомендовал данный танк выбивать себе из полного количества контейнеров, если именно таким образом танк будет добавлен в игру. Имеется ввиду покупать, допустим, 30 контейнеров для того, чтобы гарантом данную машину забрать. Лучше дождаться продажи данной машины и пополнить свою коллекцию, просто купив эту тачку на каком-нибудь аукционе, либо на Черную Пятницу, либо просто в магазине, если будут выставлять. В крайнем случае покрутить рулетку, ну и, соответственно, в таком случае вы будете знать, что вы точно эту тачку получите. Ну а вот если вы откроете, допустим, 30 контейнеров и талисманами заберете себе данный аппарат, то я буду больше чем уверен, вы не будете рады такому приобретению. Потому что общая стоимость данной машины абсолютно будет неоправданна. В целом, если бы не слабое бронирование у танка, машина была бы, ну, очень даже хороша. Понятное дело, что она очень сильно будет уступать другим коллекционным машинам на 10 уровне, тому же самому Суперконю или Чифтейну, хотя бы исходя из их ДПМа, соответственно, скорости перезарядки, будет однозначно уступать ВК-9001П, потому что это все-таки не страдалец, он может за себя постоять и очень тяжело разобрать. Машина крайне живучая, обладает действительно бодрой броней. Слабой броней обладает Т95Е6, но здесь хотя бы скорость есть, ну и, соответственно, опять-таки тот же самый ДПМ. Ну а 114СП2 это максимально похожая машина на новую тачку, но при этом всем танкует гораздо чаще, а по техническим характеристикам орудия, я бы сказал, практически не уступает. Здесь у нас по орудию можно сказать что-то кажется хуже, допустим, время перезарядки, но при этом всем 620 единиц урона, 255 мм пробития, что достаточно. И да, может быть время сведения тоже подкашивает, но в то же время особой косотой орудие не отличается. Да и угол склонения орудия вниз на 1 градус больше, ну, точнее меньше или как правильно сказать. Короче говоря, склоняется на 1 градус лучше, вот так будет более правильно. Это было абсолютно честное мнение по поводу 116F3, таким какой он есть, я вам его показал. Вам самостоятельно принимать решение, открывать ли контейнер или крутить рулетку, как я уже сказал, я не знаю, каким образом тачку добавят в игру. Но в то же время, если вы за честность на канале, то вы знаете, что необходимо сделать. Подписаться на канал и обязательно прожать на колокольчик. Пошел снимать абсолютно честный обзор на что-нибудь следующее, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствую. Всем пока-пока.